Девушки отдыхают Здравствуйте! Приоритет сущности надформы и цифровизация по умолчанию – управленческая ответственность. Борьба с бюрократией сначала облачилась в форму президентского указа, после и в правила, разработанные правительством. Обсудим нюансы и детали с представителем администрации президента, одним из авторов указа, а также юристом, который ознакомился с документом и ему есть что сказать. Ну и, конечно, куда без Министерства цифровизации они будут обеспечивать автоматизацию процесса. Гости появятся в нашей студии чуть позже, ну а пока графики. Ну понятно, что бумажная волокита, она не только неудобна в житейском смысле слова, но и неэффективна в государственных масштабах. Посмотрим на примере только одного квартала 2021 года. Так, за три месяца из-за бюрократии не освоено 38 миллиардов тенге. Самыми забюрократизированными Минфин назвал собственное ведомство, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, МВД, Министерство цифрового развития и инноваций аэрокосмической промышленности. Ну а вот, собственно, причины неосвоения. Это длительное согласование документов к оплате, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур, ну и длительное согласование договоров, дополнительных соглашений, простите, договоров. Итак, в Казахстане начали борьбу с бюрократией. Как вы считаете, станет ли бумажной волокиты меньше, а процессы динамичные? Для того, чтобы ответить, вам необходимо навести телефон на экран и просканировать QR-код. Сейчас он появится в этом углу. Таким образом, вы присоединитесь к нашему голосованию в Телеграм. Можете задавать вопросы нашим экспертам. Выше я уже сказала, кто будет. Можете писать свои мнения. Некоторые из них зачитаю чуть позже нашим экспертам. Итак, 63% за первый вариант. Они считают, что бюрократы борются с бюрократией и не верят в это. 34% в последние годы стало меньше бумажной волокиты. Надеюсь, нам удастся победить бюрократию. 3% приводят свои примеры в комментариях. Чуть позже, как я уже говорила, я их зачитаю. Ну а сейчас самое время задавать вопросы экспертам. У нас в студии Нурлана Жахсенбетов, заместитель заведующего отделом государственного управления администрации президента. Альбек Салыгбаев, юрист. И Рустем Бегари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства. Здравствуйте, уважаемые гости. Рада вас приветствовать. Очень много вопросов по постановлению. Сегодня, думаю, нужно конкретно все обсудить. Ну и первый вопрос, Нурлан, к вам. Вы наверняка уже ознакомились с постановлением, верно? Конечно. Со всеми 90 страницами? Да. Если вы говорите о регламенте правительства, то мы ознакомились. Более того, сам по себе регламент, уже принятый постановлением правительства, он внес те точечные изменения, которые предусматривались указом главы государства о дебюрократизации. Мы читаем разные отзывы сейчас о принятом новом документе, регламентирующем все внутренние бизнес-процессы внутри кабинета министров, между государственными органами. И да, сталкиваемся, наверное, с такой тривиальной проблемой. Люди и журналисты не совсем глубоко погружены в контекст работы. А почему она тривиальная, по-вашему? Вы постоянно с этим сталкиваетесь? Может, проблемы с изъяснением? Ну, вот такие площадки, они существуют для того, чтобы разгружаться от терминологии и пояснять, правильно? Да, да. Как раз-таки текущий сегодняшний эфир. Потому что не каждый обязан быть погружен. Да, абсолютно никто не обязан, поэтому мы сегодня и собрались, и будем разъяснять. Ну и главный вопрос, смотрите, читаете ли вы, что все указания нашли отражение в этом постановлении? Например, не кажется ли вам, что там описываются уже текущие процессы? Например, ничего не сказано о сокращении переписки между госорганами, заполнении отчетов. Вот давайте в этом смысле, либо вы приведете пример, и мы это где-то утеряли в этих 90 страницах, либо конкретно о новшествах. Я не закончил свою мысль, комментируя предыдущую вашу реплику. Дело в том, что принятое постановление правительства – это только один пункт указа президента. То есть принять новый регламент с целым пакетом изменений – это только один пункт указа президента. Указом главы государства предусмотрено еще порядка 30 различных поручений, которые решают в том числе те проблемы, о которых вы только что сказали. Прежде всего, это наболевшая, уже набившая оскомину проблема с повальной отчетностью госорганов и объемом переписки между государственными органами. Эту проблему мы будем решать, безусловно, через автоматизацию, через цифру, в реализацию принципа цифра по умолчанию, который там в указе четко прописан. Что это значит? Сегодня большинство отчетности до 90% – это рутина, это обмен статистической информацией, которая у госорганов есть. Позвольте все-таки застрить свое внимание, то, что там мы не нашли ничего о сокращении переписки между госорганами. Это не предмет регламента. Заполнение отчетов – это говорит лишь о том, что это всего лишь один пункт, и там закономерно его нет, правильно? Да, потому что там четкое поручение принять регламент в новой редакции, который отразил те вещи, которые вызывали проблемы. Что касается отчетности, я все-таки попрошу вас позволить мне закончить эту мысль. По отчетности предусмотрен отдельный пункт. Он взаимоувязан с выстраиванием единой цифровой платформы, так называемого «Озера данных», который называется «Смарт Дата Окумет». На этой платформе все государственные органы будут консолидировать всю свою отчетность. Рутинную, систематически обмениваемую. И вот Рустим Айдербек сегодня представляет Центр поддержки цифрового правительства. Об этом, я думаю, более подробно расскажет. Но в целом мы эту проблему в течение уже ближайших 3-4 месяцев решим. На сегодняшний день уже государственными органами сгенерировано порядка тысячи видов отчетов и тысячи показателей, которые теперь будут выведены на эту платформу. И государственные органы вместо запросов и ответов, вместо традиционной переписки, смогут просто заходить на эту платформу и вытаскивать актуальные необходимые данные. Хорошо. Альбек, теперь хотелось бы спросить у вас. Вы же тоже ознакомились с постановлением. Ваши, возможно, замечания, ваши реплики и, конечно же, примеры, с чем вы по роду своей деятельности сталкиваетесь. Сегодня о бюрократии говорим. Да, конечно. Вот указ президента, который как раз-таки охватывает дебюрократизацию государственной деятельности или аппарата государственной деятельности. Здесь, с точки зрения юриспруденции, для меня и для моих многих коллег явился интересным таким документом. Достаточно указом носить такое революционное название. Дебюрократизация государственной деятельности. Однако, стоит обратить внимание, что когда мы начали читать сам документ, там есть, как и в любом другом нормативном правовом акте или подзаконом акте, есть общая терминология, которая охватывает как раз-таки... Ну, в любом документе есть общая терминология, и этот документ тому не исключение. Действительно, есть общие какие-то термины, и как раз-таки в указе первые слова указа буквально начинаются со слов «принципов в работе правительства» или «кабинета министерства». И как раз-таки называются там пять принципов основных, и одним из первых принципов выступает принцип приоритета сущности над формой. Мы об нем обязательно еще поговорим более подробно. Но хотелось бы здесь о чем сказать, что когда мы начинаем скроллить или полностью пролистывать весь документ, мы вот этих терминов по какой-то причине не встречаем. То есть мы говорим о том, что будем говорить об этих принципах, как бы такое было введение, для меня, как для юриста, показалось это так. А затем, когда мы начинаем полностью изучать документ, мы этих положений... Вы не понимаете, где приоритет, сути над формой? Существует приоритет над формой. Либо, например, там есть такой принцип, как управленческая ответственность. И когда мы начинаем сам документ смотреть внимательно, мы раскрытие этих терминов или положений, или глав, регулирующих вот эти термины, или принципы, мы не находим. И здесь вот как раз-таки коллега подчеркнул о том, что это один из шагов или один из отдельных объектов или принципов этой большой работы, которая построена господином президентом. Но тогда, наверное, стоило бы с некоторой точки зрения сделать некоторую информационную поддержку населению. Почему население не поняло этот документ? Конечно. Не поняли этот документ, в принципе, в средствах массовой информации и населения страны по объективным причинам. То есть вы закладываете здесь ответственность, но про ответственность не говорите ни слова. Тогда, наверное, с точки зрения юридической техники, следовало бы в начале документа описать, что настоящее постановление правительства, либо указ президента, носят лишь один из шагов решения общей задачи. По моему мнению, это выглядит так. Ну а о примерах теперь? Хорошо, о примерах. О примерах проблем с бюрократией здесь можно говорить многое. Это достаточно такой давний термин, который был еще придуман в древнем шумере. Но если мы переходим к нам в сегодняшние дни, бывает зачастую, я сам представляю интересы своих клиентов, доверителей по многим сферам права, в том числе корпоративное, трудовое, семейное и так далее. Когда мы пишем запрос в какие-либо государственные органы, вот тут вот эта бюрократизация, она и нам мешает. Когда отдельный государственный служащий, специалист на местах, где-то еще, он боится дать правильный ответ на конкретный вопрос, либо сомневается в своем ответе и уклончиво отвечает на этот вопрос и передает компетенцию в решении этого вопроса к вышестоящему руководителю, либо указывает о том, что если вы не удовлетворены настоящим ответом, вы вправе обратиться в вышестоящий орган в целях разъяснения по данному вопросу. Хотя, в принципе, в компетенцию этого отдельного человека входит вопрос по разъяснению нашего запроса, если мы его направляли. Мы его направляем изо дня в день. И вопрос, который, казалось бы, мог бы быть решен, там, не знаю, в 10-дневный рабочий срок, он перетекает в месяцы, а зачастую и в полгодия квартовые. И это достаточно сложно на сегодняшний день. Бывает такое, что вопрос, который является актуальным и нужно решить в течение срока, установленного законодательными регламентами, зачастую просто сложно получить от госоргана. А если мы его и получаем, то он достаточно неудовлетворителен или составлен не совсем качественно. Либо отсылает, опять же, как я и сказал ранее, к вышестоящему органу. И когда мы обращаемся в вышестоящий орган, зачастую бывает, что проблема уже не актуальна или клиент ее решил и не путем. Ну, так же, как у нас журналистов, нам 7 дней могут отвечать, что это вопросы другого ведомства или еще что-нибудь в этом роде. Совершенно верно. Ну, вот, кстати, о примерах вы заговорили, о практике. Давайте посмотрим следующий сюжет. Тут как раз о бюрократии на практике. Жительница Тараза не может доказать статус инвалидности на протяжении 7 лет. Дважды перенесшую операции на сердце женщину врачи признали недееспособной. Добиться поддержки от государства и оформить статус не удается по причине многочисленных отговоров от чиновников бумажной волокиты. Подробности в сюжете. У жительницы Тараза Харла Жахсибаева нет другого выхода, как обратиться к обществу. В 2015 году она перенесла первую операцию по замене клапана на сердце. С тех пор начались ее хождения по инстанциям, чтобы добиться статуса инвалида. Но безрезультатно, спустя 6 лет в 2021 году после нескольких инсультов врачи повторно заменили клапан. Сейчас мать пятерых детей недееспособна вовсе. Никакое обследование не проводили. Заключение дали, основываясь на результатах УЗИ, которое было сделано спустя 5 месяцев после операции в 2021. Якобы я все эти 7 лет лечилась и полностью выздоровела. Ни один специалист не обследовал меня. Никто не вникал, какое у меня состояние здоровья на сегодняшний день. Во время установления инвалидности по словам женщины, врачебная комиссия игнорировала ее сегодняшнее состояние и вынесла решение без каких-либо проверок. Харлгаш Джахсабаева недоумевает. Получается, по решению врачебной комиссии ее после повторной замены клапана на сердце признали трудоспособной. Однако фактически ей нужен постоянный уход. Уставшая обивать пороги госучреждения, женщина признается, слышащие государство в ее случае глухо к ее проблемам. Жанар Масугутуа, Жамбулат Андабаев от Амикен Бизнес. Возвращаемся к гостям в студии. Рустем Айдар Бекула, это генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства, готов прокомментировать сюжет. Вы говорите, что уже есть подвижки в этом вопросе, и таких случаев будет меньше. Почему? Спасибо, Мира. Вообще, очень удачный именно этот кейс, который отражает в целом то, почему, собственно говоря, указ по дебюроксации вышел. Потому что о таких примерах, которые приведены в сюжете, их много. И Центр цифровой трансформации нашего Центра, они еще в прошлом году мы такие кейсы брали, и отдельный план уже внедрен. То есть до конца года совместно с Минсвестом Труда и Соцзащиты и совместно с Министерством Здравоохранения и нашими ребятами-инженерами, мы этот процесс весь пересмотрели. То есть нет необходимости в целом заявлять человеку, инвалид он или нет. То есть это должно быть по умолчанию проактивная услуга и не должна требовать какого-то появления доказательства каких-то ограниченных возможностей у человека. То есть это только один пример. Таких примеров достаточно уже много в части реинжиниринга, и вот как раз для нас на самом деле в технореи реинженеров документ, он наоборот развязывает руки. Потому что вот в самом указе договаривается о том, что цифра по умолчанию. Вся работа нашего Центра направлена на то, чтобы избежать всей переписки и все решения, которые правительством и государством должны приниматься, чиновники, оно должно основываться на данных. И это один из принципов, который в рамках цифровой трансформации мы двигаем. И указ как раз нам здесь помогает. А вы можете конкретно перечислить новшества по поводу, так скажем, цифровизации всех процессов, для динамичных протеканий этих процессов? Вот, например, складывается впечатление, опять-таки, это не потому, что все журналисты такие темные, даже юрист в некоторые моменты не понял. Соответственно, вопросы возникают. И здесь сложилось впечатление, что описан тот же процесс и объем именно по документам, которые сдаются в правительство. Например, нет конкретики о том, что все должно аккумулироваться и изыматься из электронных систем. Вот как раз хороший вопрос, потому что на самом деле если в самом принципе цифра по умолчанию и в самом указе оговаривается о Smart Data Document в платформе, все базы данных, которые существуют в государственных органах, они уже сегодня 62 базы данных интегрированы в Smart Data Document, все собирается в одном месте, и государственные органы, и журналисты, и все, кому нужна информация, они будут брать только оттуда. Это раз. Второе, исключится совершенно дублирование, которое в целом по умолчанию не будет требовать дополнительных запросов. Вот все, что мы сейчас как бы обсуждаем, мы все-таки обсуждаем процесс каких-то заявок, писем, вопросов. По-хорошему принцип хорошего государственного управления, гражданину не нужно что-то спрашивать, журналисту не нужно спрашивать у чиновника, почему мы должны куда-то с вами, как обычные граждане, ходить и что-то спрашивать, потому что это наша, это уже наша информация, информация обо мне, она обо мне и принадлежит нам, нам, гражданам, поэтому в самом указе, если в целом там не видно, что это все сокращается, но вот эти принципы, которые заложены, они уже отражают всю работу, которая в трансформации предусматривается. И вообще в развитии этой мысли хочется отметить, что сейчас вот как раз-таки уполномоченным органом в парламенте находится законопроект о цифровизации, которым будет предусмотрена реализация, реализация, прямая реализация принципа цифра по умолчанию, который предусматривает, что отныне гражданам при взаимодействии с государством, бизнесу, при взаимодействии с государством, с государственными органами не придется предоставлять какие-либо данные, доступные для государственных органов в информационных системах. это и есть цифровизация по умолчанию, когда вот этого самого бизнес-процесса и коммуникации G2C и G2B, как мы это называем, коротко, ее не будет. То есть мы полностью переносим все это бремя нахождения тех или иных данных в интересах государственного контроля и учета статистики и прочих моментов на государственные органы, на госаппарат. И это будет сделано уже до конца года, так что здесь будем следить. И сейчас давайте обратим внимание на другие меры по борьбе с бюрократией, но в рамках указа и фрагментально, потому что все перечислять, к сожалению, нет времени. Я прошу выдать нам графику на экран. Итак, мы видим, что здесь первым пунктом идет цифровизация по умолчанию, то, о чем говорил представитель аппарата президента, оптимальность регламентации, систематизация и автоматизация ведомственной отчетности, введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах, отмена бумажного визирования и полистого парафирования документов, делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена. И вот еще один пункт. Государственные органы наделяются правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне. сейчас, конечно, для телезрителей звучит как один такой монолитный текст, но мы выбирали очень точечно, чтобы оно откликалось в наших гражданах и вы, Алибек, непосредственно с ними работаете. Вот что перекликается конкретно вас, что вам, скажем, простым языком нравится. А вот про цифровизацию мы с вами говорили и, конечно, когда мы вспоминаем про цифровизацию, почему-то у меня всегда в голове возникает единственная мысль интересная, которая была высказана премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, которая сказала «нет денег государственных, есть деньги налогоплательщиков». Это, естественно, интересная и правильная с позиции политика мысль, которую я на сегодняшний день начинаю замечать, по крайней мере, в этом указе. То есть мы должны понимать, что под собой носит цифровизация. В первую очередь, когда мы говорим о цифровизации, это означает знак равенства, мы отказываемся от бумажных носителей. Если мы отказываемся от бумажных носителей, значит, мы отказываемся от чрезмерных затрат бюджета нашей страны на бумагу, на канцелярские товары, иные сопровождающие товары. Соответственно, если государство, конечно, ставит свою цель сэкономить деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги, я, конечно, смотрю на это положительно. Это из тех позитивных частей, которые я увидел. В части, ну, так скажем, не то, чтобы негативных, в части вопроса о, вот, наверное, это такой вопрос более технического характера, как интересно будет происходить запрос тех же документов или цифровизации в отдаленных административно-территориальных единицах, где у нас с интернетом есть проблемы либо есть проблемы у населения с пониманием того, как работать, с мобильными устройствами. У нас зачастую приходят ко мне клиенты, я также еще оказываю услуги пробона, то есть бесплатно некоторым, некоторым людям, у которых проблемы с финансами и так далее, которые просто-напросто даже не знают, как заходить в ЕГОВ. То есть как вот для этой категории населения мы будем вот вводить те меры, которые указаны в указе. Позвольте я вас дополню, Альбек, тоже готовила вопрос, именно в этой части у нас же 100% покрытие интернетом, правильно? Ну, там 99, по-моему, господин Мусин говорил. Ну вот, проникновение, это немного другая история, правильно? И я сама свидетель, например, село Моралды, это восточно-казахстанская область, там люди не могут полноценно пользоваться интернетом, хотя там покрытие есть, проникновение плохое. Вот скажите, если говорить о дебюрократизации именно с точки зрения технической, отдаленные районы смогут ли, ну, скажем так, жить без бюрократии, не придется ли им бегать в райцентр за теми справками, которые я сегодня с утра, например, вытащила нужную мне справку с ЕГОВ за 5 минут? Вот с этим что делать? Ну, в продолжении вопроса Лебедова. Главное в дебюрократизации это не перевод справок с бумажного вида в электронный. Дебюрократизация это часть цифровой трансформации, но цифровая трансформация это не значит полноценная цифровизация, это вопрос в целом переосмысления ко многим вещам. То есть, если мы говорим конкретно про справки, наша задача совсем убрать запросы на какие-либо справки. По-хорошему, вам лично справка не нужна или там жителю в селе. Это нужно там уже покажем. Вот в том-то и дело, что как раз в рамках реинжиниринга госуправления работа и ведется к тому, чтобы полностью избавиться от справок. И в самом указе, вы заметили, там написано не запрашивать информацию, если есть в информационной системе. То есть, если Акимат у вас просит справку о вашем месте в жительстве, то он не имеет права вас ее просить. Если кто-то у вас просит справку о ваших пенсионных отчислениях, то он не может ее просить, он его спросит у того госоргана, у которого эти данные хранятся. То есть, максимально избавиться, вот наша задача кардинально сократить, вообще избавиться от любых справок или запросов государственного органа. Вот это основа, которая заложена в этом указе. То есть, я говорю про то, что никаких справок совсем не должно быть. В конечном итоге вы приходите куда-то и весь сервис получаете на месте. Вот это вот и есть гиберократизация. А у вас есть вопрос? Да, вот не вопрос, а некий комментарий на то, что было высказано. Действительно, это весьма, ну так скажем, крутая инициатива, если государственный орган или государственный специалист, представляющий функции отдельного органа, не будет в праве вообще запрашивать каких-либо документов. И сам, я так полагаю, с помощью своих функций, с помощью той же электронной базы сможет вытаскивать в кавычках необходимые документы для гражданина. Это действительно очень круто. Тогда это исключает вопрос о том, что какой-либо гражданин, который не может воспользоваться отдельной услугой, не понимает, как ее пользоваться, тогда, конечно, это снимет все возможные барьеры для этого. Но здесь нужно понимать, опять же, насколько это будет круто работать. У нас, например, мы когда встречались в рамках комиссии по внесению изменений и дополнению законов товарища с ограниченной ответственностью, у нас многие иностранные, зарубежные специалисты отмечали высокую развитость, очень сильную проработку нормативно-правых актов. Подзаконных нормативных, нормативно-правых актов. юристы, зарубежные юристы, когда приезжают на анализ... Это не российские случайно? Потому что у них цифровизация много ниже. Мы не только говорим о цифровизации, мы вообще говорим в целом об источниках права, нормативно-правых актах, законах, кодексах, регламентах, инструкциях и так далее. Когда российские коллеги изучали наше финансовое законодательство, они говорили, что у вас просто все безупречно. Но зачастую мы сталкиваемся с тем, что работа на местах с представителями государственных органов, она немного или разительно в некоторых случаях отличается от того, что мы видим в документах. Хотелось бы просто понять, как эти меры, которые были описаны в этом указе, будут работать. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, как не работать, а как их будет внедрять. И второй вопрос, который бы хотелось задать, почему все-таки с юридической точки зрения, с юридической точки зрения техники письма все-таки документ не указал на то, что уважаемые граждане, в целом, я так образно выражаюсь, этот документ, который регулирует сейчас регламент работы правительства, в целом является лишь одним из шагов к дебюрократизации. Почему же все такое у нас название, ну такое громкое, революционное дебюрократизация деятельности госаппарата, почему нельзя было, или иными словами, почему нельзя было провести сильную информационную поддержку, чтобы в интернете или в средствах массовой информации среди моих коллег-юристов не возникало вот этой внутренней тяжбы своих мыслей о том, о чем же этот документ, а почему мы не описали все, что можно было написать. Я позволю ответить на вторую часть вашего большого вопроса и начну с конца по поводу информационного информационной кампании по разъяснению. Ну, во-первых, еще раз уйдем в фундамент проблематики дебюрократизации. Очевидно, что сам указ, несмотря на то, что его конечным бенефициаром безусловно являются граждане Республики Казахстан, и немногие просто могут осознать эту связь между, условно говоря, всем этим пакетом новелл и благополучием конкретного казахстанца. Объясню. Основная цель это ускорить процесс принятия решений в госаппарате. Процессу принятия решений оперативному зачастую, особенно пандемия показала, что мы очень медленно принимаем решения, очень медленно согласовываем те или иные позиции между собой, хотя мы работаем на одного заказчика, на народ Республики Казахстан. Мы эти процессы, которые на первый взгляд не совсем видимы обычному гражданину, не погруженному в контекст работы государственного аппарата, наладили, настроили, чтобы теперь вот этих искусственно созданных определенной кастой бюрократов в госаппарате, а вы в самом начале правильно заметили, когда люди ответили на опросы и сказали, что бюрократы не могут победить бюрократию, но на самом деле я вам скажу, что сам по себе госаппарат, он не однородный, это тоже большое комьюнити, в котором есть отраслевые специалисты, и они как раз таки ничего общего с бюрократическим типом мышления не имеют, а есть определенный бэк-офис, который, как правило, привык консервативно подходить к тем или иным вопросам, и прежде всего на сохранение статуса кво, и я вам скажу, что при разработке данного документа мы столкнулись, будучи администрацией президента, с колоссальным сопротивлением госаппарата к тем или иным новеллам, новеллам, потому что люди, как вы сами знаете, из курса базовой психологии, биологии, если необходимо, очень тяжело приспосабливаются к определенным изменениям, есть целая наука, change management она называется, как людям прививать какие-то изменения, здесь очень большое значение имеет организационная культура, и когда люди нам говорили, что нет, я приведу вам пример очень яркий, мы впервые, я вот Алибеку тоже в кулуарах только что рассказывал, впервые наделили электронную почту служебную с доменом gov.kz, который есть у каждого сотрудника госорганов, сделали электронную почту официальным средством коммуникации между собой, что это значит, это значит, что теперь государственные органы могут обмениваться той или иной рутинной статистикой, я приведу пример, вы главный эксперт министерства национальной экономики, делаете некий сводный отчет по состоянию легкой промышленности за третий квартал текущего года, вы для этого собираете информацию условно у всех акиматов, теперь уже 17, и у отраслевых госорганов, что вы делаете как главный эксперт, вы созваниваете со своими коллегами на горизонтальном уровне и просите их предоставить пока в рабочем порядке, скинуть на почту ту или иную информацию, которую вы отразите в своем отчете, вы это делаете, у вас уже сводный отчет готов, и вам надо его понести своему вице-министру, который это подпишет и отправит условно в администрацию президента, но в прошлом практика реализовывалась таким образом, что у него все готово, но он ждет положенные 10 или 15 дней, чтобы со всех гусорганов, со всех акиматов пришел ответ за подписью курирующего вице-министра на бланке, и только тогда тот вице-министр, который делает свод, подписывает его и удостоверяется, то есть мы сталкиваемся с той проблемой, что есть целая парадигма перестраховки, когда люди боятся, и это безусловно инертная вещь, и ее не победить сразу же, и когда вы задаете справедливый вопрос, почему вы при разработке указа не пояснили, что это только первый шаг, я предлагаю вам посмотреть один из последних пунктов, я сейчас на память не назову какой точно, где четко прописано, что в целом отныне дебюрократизация это будет, то есть принцип непрерывного совершенствования, он об этом и говорит, что это не разовая акция. А вы думали, что такое принцип постоянного совершенствования, кто-то даже прокомментировал, похоже на что-то ведическое. Абсолютно не ведическое, это вещь перенятая, не буду скрывать, кто в теме, тот поймет, есть понятие кайдзен, есть понятие лин, которые об этом и говорят, мы это взяли из бизнеса, госаппараты, большинство развитых стран этот принцип активно внедряют, мы его, конечно, не стали называть кайдзеном, но непрерывное совершенство, это такое очень философское понятие, концептуальное, это и про человека тоже, что каждый госслужащий на своем участке должен улучшать свои компетенции, каждый процесс должен улучшаться, мы должны слышать людей, и то, что вы вот такие примеры приводите с людьми по утверждению инвалидности и прочее, мы все это видим, слышим и уже принимаем решение. Ну вот по поводу слышащего государства чуть позже поговорим, для начала цифры. Я напомню уважаемым телезрителям, еще в апреле этого года господин Токаев подписал указ о мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата и с тех пор комиссии в правительстве сокращены с 70 до 25, в Миннацэкономике комиссии консультативно-совещательных органов и рабочие группы сокращены на 67 процентов. Такие вот позитивные данные. Будем надеяться, что в бытовом смысле слова эта разгруженность будет и на нас отражаться. И, Нурлан, в завершении вы заговорили про слышащее государство. У меня конкретный пример. Буквально сегодня с утра я разговаривала с бывшими воспитанниками детского дома из города Шимкент. Они, им уже по 30 лет, они до сих пор не двигаются в очереди на жилье. У нас уже был в этом смысле эфир именно по этому поводу. И они написали письмо президенту. Это было в 2021 году, но они сомневаются, что оно до него дошло. У них постоянные отписки от Экимата, их буквально не пускают в Экимат. Им обещают, например, у нас в эфире был депутат, она обещала помочь, но по их словам она приступила, но все-таки не закончила. Предоставляются какие-то ипотеки. В общем, ситуация сложная. По поводу письма. Если мы сегодня говорим о дебюрократизации, открытости государства, прозрачности слышащим государствам, можем ли мы не проверять наличие этого письма в канцелярии, чтобы просто убыстрить процесс? Могу ли я, например, это письмо дублировать вам лично? Вы можете делать все, что не запрещено законом. Я думаю, я его приму, но сразу отмечу, что есть определенный, конечно, порядок обработки и оформления писем, есть компетенции, на которые отделы администрации президента в том числе поделены. Но то, что я доведу это письмо до непосредственно своего руководства и до условно кураторов, я могу вас заверить в этом. Тогда позвольте после эфира с вами лично связаться. Уважаемые гости, я думаю, тема достаточно раскрыта, будем ждать позитивных подвижек, в общем, всего хорошего, ну а я продолжаю эфир. Его продолжит мой коллега Руслан Меликша, у него иная тема и на нее у него своя точка зрения. Руслан? Да, спасибо, Марьян. Знаете, я слышал, что вы сегодня говорили о дебюрократизации и знаете, все, что касается бюрократии и чиновников, это моя любимая тема и мне есть что сказать по этому поводу, но сегодня, к сожалению, или к радости я буду говорить несколько о другой теме, но тоже очень актуальной, о строительстве атомной электростанции у нас. Действительно актуально. Здравствуйте, уважаемые зрители. Итак, это случилось, у нас наконец выбрали площадку для строительства атомной электростанции, это будет побережье Балхаша в поселке Улькен. Об этом было заявлено буквально накануне. Признаться честно, эта тема уже немного, так сказать, набила оскомину, потому как об этом мы говорим уже много-много лет. Да я и сам уже не раз делал по этому поводу свои выпуски. И вот лед тронулся. Но позвольте немного об истории вопроса. О строительстве АЭС в нашей стране говорится уже пару десятков лет точно. И все это время эта тема не дает покоя ни общественности, ни властям. Общество не хочет слышать ни о каких атомных станциях на нашей территории, а власти наоборот все время хотят продавить эту идею. Эта тема сложная, неоднозначная. С одной стороны, у атомных станций есть свои плюсы и неоспоримые. Это в первую очередь дешевая электроэнергия, да еще и в большом количестве. А учитывая, что наше население растет, увеличиваются и потребности в энергии. Уже сейчас некоторые регионы Казахстана испытывают ее дефицит, и разумеется, дальше этот дефицит будет только усугубляться. И это основная причина строительства. К тому же, на нехватку энергии очень сильно влияют и майнинговые компании. Они часто незаконно подключаются к сетям, а для создания цифровых валют нужно очень много энергии, при этом страдает население, которому в часы пик не хватает энергомощностей. Знаете, с этими майнинговыми компаниями вышла довольно комичная ситуация. Еще в прошлом году наши власти с гордостью заявляли, что Казахстан занимает второе место в мире по майнингу цифровых валют. А потом, когда столкнулись с резким дефицитом энергии, решили покончить с этой индустрией. Серых и черных майнеров закрыли, а тем, кто хочет работать, официально подняли налоги в десятки раз. И теперь майнеры у нас на грани краха. Но перейдем к АЭС. В пользу строительства атомной станции говорит и то, что у нас имеются огромные запасы урана. Напомню, по этому показателю мы занимаем второе место в мире, а по его добыче и вовсе первое. А уран, как известно, является основным топливом для АЭС. Поэтому возить его ниоткуда не надо, тем более, что мы у себя в стране давно уже наладили производство урановых таблеток. И вообще, Казахстан уже имеет опыт использования атомной энергии. Специалисты знают, что в Актау долгое время работал МАЭК, Мангистауский атомный энергокомбинат. Кроме того, у нас еще есть пара мини-реакторов под Алматой в поселке Алатау, где располагается Институт ядерной физики, ну и, конечно же, на востоке страны в городе Курчатве. А теперь о минусах АЭС. Когда мы произносим атомная электростанция, то на ум сразу приходит Чернобыль. Мир помнит ту страшную аварию, мы ее хорошо помним, потому что это было совсем недавно и среди нас до сих пор живут чернобыльцы. Кроме того, 11 лет назад в японской Фукусиме тоже взорвалась атомная станция. А что такое авария на АЭС, известно всем. Это радиация на многие километры, эвакуация населения, запретные зоны и, конечно же, онкоболезни. И потом, когда мы произносим слово атом, то мы сразу же вспоминаем Семипалатинский полигон. Да, там не было атомной станции, но там были атомные взрывы. И этот ужас из народной памяти еще долго не сотрется. А как известно, память очень избирательна, она в первую очередь помнит негатив. И, конечно же, главные вопросы на сегодня, кто будет ее строить и цена вопроса. Наши власти рассматривают несколько вариантов и технологий строительства по российской, по французской, по китайской и японской. Вероятнее всего, выберут россиян. Я не утверждаю, просто предполагаю. Наши соседи очень активно предлагают себя в их пользу, высказывался даже президент Путин. Но, учитывая последние геополитические события и вообще репутацию всего российского, я даже не знаю, будут ли с ними иметь дело наши власти. Недавно приезжали французы, возможно, их проект окажется более жизнеспособным. Ну и цена. Ранее говорилось, что строительство АЭС может обойтись в 5 миллиардов долларов. Сейчас говорят о цене в 8-12 миллиардов. В любом случае, это очень дорогое удовольствие. Но для нас самое главное, чтобы оно еще было и безопасным. У меня на этом все. Мария. Спасибо, Руслан. Ну а я продолжаю новостями в мире. Станут ли криптовалюты надежным инструментом для пенсионных сбережений? Ответ на этот вопрос власти США пока давать не спешат. Главный казначей страны министр финансов Джанет Елен накануне заявила, что считает криптовалюту пока рискованным активом. Тему продолжит мой виртуальный коллега. Айсанж. Айсанж. Здравствуй, Мариян. Министр финансов США Джанет Елен заявила, что криптовалютные активы являются очень рискованным выбором для включения в пенсионные планы средних вкладчиков. Это не то, что я бы рекомендовала большинство людей, которые откладывают деньги на пенсию, заявила Елен на мероприятии, организованном в Нью-Йорк Таймс в Вашингтоне. Для меня это очень рискованная инвестиция. Конгрессу было бы разумно рассмотреть эту опасность, рекомендовала она. Комментарий Елен прозвучал, когда она отвечала на вопрос о планах бостонской компании Fidelity Investments добавить крипто-опции в пенсионные портфели. Но эти намерения власти США пока не одобряют. Глава Минфина, к примеру, считает, что Конгрессу было бы разумно регулировать, какие активы могут быть включены в годные пенсионные программы, а какие нет. Криптовалюта существует в мире уже несколько лет, в некоторых странах она признана, а в некоторых, в том числе и самых развитых, пока нет. Принять решение о ее легализации, это очень рискованный шаг для власти любой страны. Более того, никто не знает, какими будут последствия, потому что никогда в мире еще не было валюты, не подкрепленной твердыми активами. Ранее США были сосредоточены на создании цифрового доллара. Так называемой альтернативе криптовалюте, которую государство могло бы четко контролировать и регулировать. Теперь же криптокомпании и вовсе задумываются не над тем, как пользоваться валютой здесь и сейчас, а как извлечь из нее выгоду в более долгосрочных перспективах, таких, как пенсионные накопления. Марьян. Спасибо, Айсанж. О других новостях расскажет моя коллега Эльвира Найманбаева. Она уже в студии. Эльвира, что происходит в мире? Приветствую, Марьян. Расскажу о том, как обстоят дела с пандемией в мире и не только. Сегодня в Ереване состоится очередное заседание Советов и министров иностранных дел ОДКБ. Ожидается, что навстречу стороны обсудят состояние региональной безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение организации. В нем также говорится, что члены Совета министров получат информацию о работе, которую проводят секретариат и Объединенный штаб ОДКБ по совершенствованию механизма кризисного реагирования организации в условиях современных геополитических ситуаций. Министерство обороны США заявило, что на протяжении 20 лет оказывало помощь 46 украинским биологическим структурам. Однако подчеркнуло, что целью помощи была биологическая безопасность страны и улучшение контроля за здоровьем людей. Об этом также пишет Интерфакс со ссылкой на заявление ведомства. Такие программы по данным Пентагона якобы нацелены еще и на меры по обеспечению безопасности сельского хозяйства. В марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют белые лаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций. В Германии готовятся к новой волне коронавируса. Этой осенью Совет экспертов при Бундестаге подготовил три сценария развития пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Карл Лаутербах в интервью радиостанции Deutschlandfang. А к сентябрю рассчитывает министр, в Германии применят вакцину, приспособленную под вариант коронавируса омикрон. Между тем, заболеваемость ковидом в стране в последние дни возросла. По данным института Коха, семидневный коэффициент заражаемости накануне составил 277 случаев на 100 тысяч жителей. Эксперты ВОЗ намерены провести доскональный анализ возникновения коронавируса. Об этом пишет Associated Press. Исследования необходимы, чтобы определить, как ковид-19 распространился с самого начала. В прошлом году Министерство здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения ковида среди людей из-за утечки из лаборатории. Заражение коронавирусом впервые выявили в Китайском Ухане, в провинции Хубей в конце 2019-го. Затем он начал распространяться по миру. 11 марта 2020-го ВОЗ объявило пандемию. Большинство ученых изначально полагали, что ковид-вирус заонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Тем временем Китай должен сохранить баланс между двумя целями — искоренением случаев заболевания ковидом и укреплением экономики. Такое поручение Си Цзиньпинь дал правительству во время визита юго-западной провинции Сычуань. Работа по поддержанию социальной стабильности должна проводиться хорошо во всех направлениях, чтобы люди чувствовали себя уверенно и социальная стабильность была обеспечена, заявил председатель КНР. Ожидается, что в этом году экономика Китая не достигнет целевого показателя роста из-за борьбы с вирусом и спада на рынке недвижимости. Двухмесячный карантин в финансовом центре Шанхая привел к нехватке продовольствия и ограничению доступа к жизненно важным медицинским услугам, что вызвало социальное недовольство и столкновение между жителями и полицией. У меня на этом все. Мария возвращается до слова. Спасибо, Эльвира. Ну, а сейчас эфир продолжит новости высоких технологий. Британские ученые заявили, что глобальное потепление может сделать людей карликами. И это не начало анекдота. Есть предположение, как будет выглядеть человечество через сотни лет. Британский ученый провел исследование, согласно которому климатический кризис может существенно повлиять на будущий внешний вид человечества. Речь идет об изменениях в росте. Глобальное потепление поспособствует заметному уменьшению размеров людей. Профессор-палеонтолог Стив Бруссате из Эдинбургского университета сравнил текущее положение человечества с первыми парнокопытными, которые уменьшились по мере повышения температуры земли около 55 миллионов лет назад. Животные маленького размера легче переносят жару, так как они имеют большую площадь поверхности тела в сравнении с их объемом, что позволяет сбрасывать избыточное тепло. Это означает, что не только люди, но и все другие млекопитающие уменьшатся. Бруссате отмечает, что в настоящее время животные в более теплых частях мира чаще всего меньше, чем в более холодных районах. Этот экологический принцип получил название правила Бергмана. Ранее некоммерческая организация Climate Central визуализировала, как изменятся города после подъема уровня Мирового океана из-за глобального потепления и таяния льдов. Если человечество не будет решать климатическую проблему, такое случится с городами в ближайшую сотню лет. Продолжим. Компания IBM объявила о полном уходе из России с увольнением всех сотрудников. Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения начал полностью сворачивать деятельность в стране и увольнять сотрудников местного подразделения. Об этом заявил в своем обращении, опубликованном на сайте IBM глава компании Арвин Кришна. При этом она ограничила доступ к своему официальному сайту для российских пользователей. В первых числах марта глава гиганта IT-отрасли и отчитался о приостановке всего бизнеса в России из-за ситуации в Украине. Исходя из его слов, это решение было нужно, чтобы IBM могла оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживать сотрудников России. Теперь же в компании решили полностью покинуть российский рынок с увольнением местных сотрудников. И глава компании Арвин Кришна подчеркнул, что руководство компании считает такой подход правильным и необходимым. Ну и напоследок новости крипторынка. Опрос 65-ти богатейших людей мира, проведенный Forbes, показал, что почти 30% из них прямо или косвенно инвестируют в криптовалюты. Исследование Pew Research, проведенное в конце прошлого года, показало, что 16% взрослых американцев в какой-то момент инвестировали в цифровые активы, в то время как опрос NBC News среди тысячи американцев показал, что 20% покупали, торговали или использовали криптовалюту. Около 18% опрошенных миллиардеров сообщили, что имеют не менее 1% своего состояния в крипте. Большинство из них инвестируют в качестве небольшого эксперимента. 80% инвесторов заявили, что они вложили меньше одной десятой части своего состояния, в то время как некоторые респонденты-миллиардеры заявили, что вложили более половины своего состояния в криптовалюту. Еще 10% рассказали, что не покупали биткоины напрямую, а поддержали компании, ориентированные на криптовалюту. Тем не менее, многие миллиардеры все равно не покупают криптовалюту даже в качестве эксперимента. Они считают, что цифровые активы слишком изменчивы для инвестиций и в качестве разумных вложений будут искать что-то более стабильное. Ну и в завершении эфира итоги телеграм-опроса в рамках дневного формата. Сегодня мы задаемся следующей темой. Правительство обнародовало правила по бюрократизации. Станет ли бумажной волокиты меньше, а процессы динамичнее? Спрашиваем мы у вас и у наших подписчиков в Телеграм. Для того, чтобы участвовать, вам необходимо навести телефон на экран и просканировать QR-код. Это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Ну а к этой минуте следующие данные. Около тысячи голосов и 63% за первый вариант. Они считают, что бюрократы борются с бюрократией и поэтому в это не верят. 34. Считают, что в последние годы стало меньше бумажной волокиты. Они надеются, что все-таки бюрократию можно победить. И три оставили свои мнения в комментариях. Они таковы, я их озвучила, они очень важны для нас. Участвуйте по будням в 14.00 в нашем интерактиве в Телеграм в рамках дневного формата. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Оставайтесь с Атамикен Бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова